МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жены мобилизованных российских военнослужащих вновь потребовали возвращения мужей с фронта. Исполнилось 75 лет японскому писателю Харуки Мураками. Так же сегодня. Я русский патриот. И я буду служить своей родине и защищать в том числе тех парней, которых политическое руководство заставило идти на фронт. Я русский патриот и думаю в первую очередь о России. При всем уважении и понимании страданий украинского народа. Оппозиционный кандидат в президенты России Борис Надеждин. Эта запись сделана на акции родственников израильских заложников, захваченных исламистской группировкой Хамас 7 октября прошлого года. Они собрались у кибуца Нерим на границе с сектором Газа и через огромные репродукторы символически старались докричаться до своих родных. В руках группировки Хамас, признанной в США и ЕС террористической организацией, остается не менее 130 заложников. Их родственники призывают правительство Израиля не забывать о них и сделать все ради их освобождения. В воскресенье 14 января исполнится ровно 100 дней со дня террористического нападения Хамас на Израиль. На этот день в Израиле запланировано множество акций памяти погибших из-за освобождения заложников. На 100 секунд остановится транспорт, 100 минут не будут работать университеты и многие другие учреждения, пройдут демонстрации и митинги. А сегодня произошло важнейшее событие, ставшее следствием начавшейся 7 октября войны на Ближнем Востоке. США и Великобритания при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли удары по боевым позициям проиранской и еменской группировки хуситов «Ансар-Алла», которая в последние месяцы совершает нападение на идущие в сторону Израиля суда в Красном море. Удар, в ходе которого использовались боевая авиация, корабли, подводные лодки, применялись крылатые ракеты «Тамагавк», был нанесен после нескольких предупреждений хуситам с требованием прекратить эти нападения. Мой собеседник, политолог, специалист по странам Ближнего Востока Андрей Остальский. Я встану на место человека, знакомого с географией, но слабо понимающего ситуацию на Ближнем Востоке. Йемен от Израиля отделяет такая довольно большая страна, как Саудовская Аравия. Почему в Йемене появляются группировки, которые так враждебно относятся к Израилю? Дело в том, что хуситы — это порождение в значительной степени Ирана, хотя одновременно и в каком-то смысле закономерный плод внутриеменского развития на протяжении последних десятилетий. Но все-таки иранская поддержка — это абсолютно экзистенциальный вопрос лихуситов. Поэтому их лидеры стараются максимально идентифицировать себя с Ираном, с его внешнеполитическими целями и с его взглядом на ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе вот эта крайняя ненависть к Израилю, которая проповедуется в Иране, она проповедуется с детских лет уже и в хуситских школах. И это становится каким-то вот крайне важным, определяющим идеологическим стержнем, на котором строится хуситское общество. А оно по-прежнему в конфликте с суннитами Йемена, по-прежнему не преодолена гражданская война, которая там бушевала многие годы, погибло страшное количество людей. Участвовали в этом и Саудовская Аравия, и Объединенные Арабские Эмираты. Сейчас они фактически выходят уже из йеменской ситуации, но все равно она остается очень напряженной и хрупкой. И хуситы не чувствуют себя уверенно у власти. Но можно было бы реагировать на это по-разному, можно было бы замкнуться на внутренние дела. Но благодаря тому, что они привыкли считать Иран решающим фактором, который помог им победить суннитов, помог им взять власть, они считают, в общем-то, справедливо, что без тотальной иранской поддержки ничего бы этого не произошло. И все еще они могут власть утратить, если утратят доверие и поддержку Ирана в прежних масштабах. Поэтому идет вот эта полная ориентация на иранскую идеологию, причем принимает иногда, это даже более радикальные формы, как всегда, знаете, бывают новообращенные католики святей Папы Римского, как говорится. И с хуситами происходит нечто в этом роде. Но надо сказать, что это отвлекает к тому же население от всяких очень сложных экономических проблем, от голода, который там фактически царит. И, как считают хуситские лидеры, мобилизуют общественное мнение в их пользу. Ну и все это фактически превращается еще и в антисемитизм самый настоящий. Ну то есть хуситы — это шиитская группировка, я правильно вас понимаю? Да, это зейдитская так называемая группировка. Я немало времени провел в Йемене, в Северном, путешествовал там в те времена, в далекие XX века. Это была страна племенная, она делилась по племенному, а не религиозному принципу. И люди прежде всего идентифицировали себя с племенем, которому принадлежали, а не с религией. Но это изменилось коренным образом. Вот когда я говорил о внутренних процессах, которые в Йемене идут, я в том числе имел в виду и это, что религия стала религиозной, принадлежность стала выходить на первый план. Прежде всего, кто ты? Мусульманин или нет? Суннит или шиит? Или зейдит, как они себя называют? Хотя зейдиты там, конечно, веками жили и мирно сосуществовали когда-то с суннитами, но теперь вот все изменилось. Теперь сунниты — это враги, которых подавили, заставили смириться с властью зейдитской, шиитской. Надо сказать, что исторически, ну не будем, может быть, даваться уходить слишком далеко в дебри, но когда-то зейдиты не совсем ладили с двунадесятниками, шиитами Ирана. Но тоже, вот видите, произошли коренные изменения. Уж если Иран может поддерживать крайне суннитскую радикальную группировку Хамас в Газе, которая своими корнями восходит к братьям-мусульманам и не так уж далеко идеологически ушла от ИГИЛа, то уж помириться со своими почти кузенами или даже, может быть, братьями по именно шиитской интерпретации ислама Ирану уже не составляет труда. Это давно произошло. Произошло такое единение. И мы таким образом видим процесс образования религиозно-политических направлений, что ли, факторов, которые начинают определять все. Это уже не религия в чистом виде, но и не совсем политика в западном понимании. А как вы полагаете, обстреливая суда в Красном море, хуситы действуют по собственной инициативе или это приказ, отданный из Тегерана? Ну, я начинаю немножко гадать, потому что никто не знает точно ответа на этот вопрос. Но по логике инициатива должна была исходить все-таки от местных властей, которые старались очень понравиться иранским аятолам. Но они наверняка получили от них санкцию на это. Без разрешения, без зеленого света со стороны Тегерана они бы никогда не пошли бы на такие риски. Но, с другой стороны, вот я наблюдаю все последние годы, вот это стремление показать себя святее аятол тегеранских, оно совершенно определяет действия хуситских правителей. Соединенные Штаты неоднократно требовали от хуситов прекратить обстрелы и говорили о том, что могут быть приняты ответные меры. Сейчас этот удар нанесен. Как вы считаете, вот такой удар предотвращает разрастание конфликта на Ближнем Востоке? Или, может быть, вот эта безвыходная ситуация, когда суда постоянно подвергаются обстрелами, заставила нанести этот удар, но теперь последуют какие-то ответные меры от Ирана, поддерживающего хуситов или каких-то других стран? Все зависит от позиции Тагерана на самом деле. И я не сомневаюсь, что сейчас хуситские лидеры задают этот вопрос именно своим иранским покровителям. Следует ли нам реагировать настолько жестко, что это приведет к эскалации конфликта, причем не только, может быть, в районе самого Йемена, Красного моря, Суэцкого канала, а охватит даже и близлежащие какие-то регионы, начнет как пламя просто по ним бежать. Следует ли нам так поступить? Нормальные, приемлемые ли это риски? Если в Тагеране дадут неопределенный ответ, решайте там типа сами, то на самом деле это будет означать, все-таки будьте в какой-то мере прагматичны и осторожны. И тогда есть шанс, что эскалации серьезной не произойдет. Но кто его знает? Сейчас у Иетол тоже очень сложное положение, внутриполитическое в Иране. Скажем так, правда, что Айетол тоже не монолит. Там тоже есть разные фракции. Есть очень воинствующая фракция, которая близка к корпусу стража исламской революции. Они хотели бы, конечно, эскалации. Но сумеют ли они возобладать или нет, или более трезвомыслящие головы все-таки добьются своего, и разрастания конфликта не будет, пока, наверное, никто не возьмется отвечать на этот вопрос. Но мы скоро это узнаем. Моим собеседником был политолог, специалист по странам Ближнего Востока Андрей Остальский. 10 января Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Хуситам прекратить атаковать суда в Красном море. Поддерживающая тесные связи с Ираном Россия, которая при голосовании по этой резолюции воздержалась, сегодня осудила удары по Йемену и потребовала вновь созвать Совет Безопасности. Вот что сказал по этому поводу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Мы их осуждаем. Вы знаете, что была принята резолюция, мы воздержались. И страны, которые нанесли удар, они пытались под свои действия подвести международную правовую основу. Эта попытка не увенчалась успехом, ибо принятая резолюция не предоставляет никакого права наносить удары. И, соответственно, с точки зрения международного права, они являются нелегитимными. Вот какова наша позиция. Что касается самих ударов, которые Хуситы наносили по торговым судам, то мы неоднократно призывали Хуситов отказаться от подобной практики. И считаем ее чрезвычайно неверным. Это был Дмитрий Песков. Руководство НАТО заявило сегодня, что удар США и Великобритании по позициям Хуситов в Йемене является актом самообороны. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 12 января. Тему выпуска представляю я, Андрей Широградский. Несколько западных изданий сообщили, что на следующую неделю намечена встреча президента Украины Владимира Зеленского с советником по национальной безопасности президента США Джейком Сальваном, в ходе которой предположительно будет обсуждаться новая стратегия Украины при отражении российской агрессии. Предполагается, что эта встреча состоится на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Вчера на пресс-конференции в Риге Зеленский, комментируя ход боевых действий в Украине, выступил против замораживания конфликта, так как, по его мнению, это поможет России нарастить боевую мощь. Зеленский предположил, что российская армия перед президентскими выборами постарается достичь хотя бы небольшой тактической победы и дал понять, что ВСУ умеют эффективно использовать предоставляемое западное оружие. Вы спрашиваете, будут ли они готовить контрнаступательные действия? Ответ «да, будут». Учитывая, что человек готовится к выборам, понятно, что они хотят каких-то, хотя бы маленьких, тактических побед перед ними и готовятся к чему-то глобальному, массовому, после. Партнеры знают, что с помощью оружия, которое они нам передали, я не буду говорить какого, но партнеры слышат, они понимают, так вот, с помощью этого оружия мы за один день уничтожили 26 вертолетов, 12 самолетов, которые поднимались и били ракетами. Против них эти системы и работали. Мы 12 уничтожили за один раз, просто потому, что было чем. Просто было чем. Это был Владимир Зеленский. Вы слушаете «Время свободы». Выдвинутой партией «Гражданская инициатива» политик Борис Надеждин является одним из немногих, кто участвует в президентской гонке в России и при этом выступает против войны в Украине. Он еще не зарегистрирован кандидатом, но Надеждину было позволено открыть банковский счет и вести сбор подписей в свою поддержку. Вчера Борис Надеждин встречался с женами мобилизованных российских военнослужащих, требующих возвращения мужей домой. Вот какие заявления звучали на этой встрече. «Или нам дождаться цинковых гробов, когда долг наших мужчин будет считаться выполненным. Почему, извините, зэков выпускают через полгода после того, как они выполнили свои задачи в зоне СО? Чем, что, что сделали наши мужчины? Чем они провинились перед этой Родиной? Что они там в окопах? Мой муж с февраля находится непосредственно в окопе. Это был фрагмент встречи кандидатов президента России Бориса Надеждина с женами мобилизованных российских военнослужащих, которые требуют возвращения их мужей домой. Надеждин дал интервью телеканалу «Настоящее время», в котором отказался назвать войну России против Украины войной, а не СВО, так как он соблюдает российские законы, подчеркнул, что является русским патриотом и отрицал, что его кандидатура согласована с Кремлем. Вот фрагмент этого интервью. За последний месяц, как я выдвинулся в президенты с позиции, заметьте, против специальной военной операции, против курса Путина, я столько всего узнал, я уже давно перестал все читать, я то был согласован с Кремлем, в последние дни мне предвекают, что все, я там главный враг страны, значит, наши вот эти Z-каналы требуют меня просто расстрелять, в лучшем случае арестовать. Я думаю, что если бы я все это читал, я бы с ума сошел, и вам не советую. Я уже 20 лет критикую Путина и его курс, 20 лет. При этом я до сих пор жив на свободе, и даже не иноаген. Но я вам хочу сказать важную вещь. Я русский патриот, и я буду служить своей родине, и защищать в том числе тех парней, которых политическое руководство заставило идти на фронт. Я русский патриот, и думаю в первую очередь о России. При всем уважении и понимании страданий украинского народа. С того момента, когда я объявил о выдвижении в президента, это произошло летом этого года, я слышал огромное количество прогнозов, что мне не дадут провести съезд партии. Сначала мне сказали, что ни одна партия меня вообще не выдвинет. Потом, когда меня стала выдвигать партия «Гражданская инициатива», во главе с Андреем Нечаевым, моим давним товарищем и точно известный экономист российский, мне говорили, что вам помешают сорвут съезд, вы ни съезд не соберете. Я съезд провел. Когда мы провели съезд, и меня выдвинули в кандидаты в президенты, нам говорили, что Центр избирком не разрешит вам собирать подписи. Центр избирком разрешил собирать подписи. Сейчас нам говорят, что нас не зарегистрируют. Я только хочу сказать следующее. Я абсолютно веду уникальную кампанию. Такого никогда не было за все, сколько там, с 91-го года выборов президента России. За мной не стоит ни администрации президента, никакие олигархи. Вся моя кампания финансируется исключительно на пожертвования простых людей официально на избирательный счет. Мне перечисляют многие тысячи людей. 100 рублей перечисляют, 1000 рублей, кто может, 3000 рублей. Вот на эти деньги я веду кампанию. Подчеркиваю, я ни разу, ни в чем не нарушаю Конституции России, российские законы. Я русский патриот и полностью выполняю все, что написано в нашей Конституции. Я просто в российской политике, чтобы вы понимали, 35 лет уже практически. Первый раз избрался депутатом в 90-м году. Еще Ельцина не был. Не то, что Путина. Может, ко мне просто уже все привыкли, как к такому, ну, как это сказать, персонажу, который всегда на сцене. И как-то так вот и получается. И на сегодняшний день я единственный кандидат в стране, который говорит вот то, что вы сейчас слышите. Тем не менее, я абсолютно до мозга костей русский патриот. И хочу, чтобы Россия стала мирной и свободной страной. Когда Россия станет мирной и свободной страной, поверьте мне, и украинцам тоже будет намного легче жить. Говорил политик, выдвинутый от партии гражданской инициативы кандидат в президенты России Борис Надеждин. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». А кандидаты в президенты США от республиканской партии провели последние дебаты перед первичными партийными выборами. В Америке их называют праймерис. С подробностями наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов. За несколько часов до начала дебатов один из кандидатов, бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, объявил, что прекращает кампанию. Претендентов на партийную номинацию осталось трое. Поскольку Трамп в дебатах не участвует, дискутировали два кандидата. Для начала они сделали вступительное заявление. Первым слово получил губернатор Флориды Рон Десантис. Всего несколько часов назад число республиканцев снова сузилось. Бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи отказался от своей заявки на пост президента. Итак, поскольку в гонке участвует на одного кандидата меньше, давайте начнем с решения, с которым избиратели здесь, в Айове, вот-вот столкнутся. Губернатор Десантис, почему избиратели, которые ищут альтернативу нынешнему фавориту, бывшему президенту Трампу, должны голосовать за вас, а не за бывшего губернатора Хейли? Дональд Трамп избирается, чтобы решить свои проблемы. Ники Хейли избирается, чтобы решить проблемы своих доноров. Я избираюсь, чтобы решить ваши проблемы и проблемы вашей семьи и изменить эту страну. Я единственный, кто выполнил свои обещания на 100%. Мы добились огромных побед в штате Флорида, того, к чему республиканцы призывали на протяжении поколения. Нам не нужен еще один сладкоречивый политик в лице Ники Хейли, который просто говорит вам то, что, по его мнению, вы хотите услышать, просто чтобы попытаться получить ваш голос, а затем войти в должность и выполнить волю своих доноров. Я единственный, кто сможет возглавить возрождение этой страны. Я прошу вашей поддержки и не подведу вас. Ники Хейли, бывший губернатор Южной Каролины и бывший посол США в ООН. Думаю, сейчас такое время, когда мы знаем, что нам нужен лидер нового поколения. Мы видим, что наша страна находится в смятении. Мы видим, что мир в огне. И нам нужен кто-то, у кого есть опыт руководящей работы. Я была губернатором два срока. Приняла штат с двузначной цифрой безработицы и превратила его в центр экономической активности. Я работала в ООН. Каждый день имела дело с Россией, Китаем, Ираном. Думаю, сегодня вы услышите еще много лжи от Рона. Так что вместо того, чтобы слушать его, идите на сайт desantislice.com и посмотрите. Там собрано все, что он налгал про меня. Первым же вопросом внешней политики стала война в Украине. Ники Хейли. Прежде всего, я не думаю, что мы должны давать деньги какой-либо стране, другу или врагу, если не можем проконтролировать их расходование. Я не думаю, что нам нужно вводить войска. Украинцы хотят выиграть войну сами. Но диктаторы всегда делают то, что говорят. Китай заявил, что собирается захватить Гонконг. Он это сделал. Россия заявила, что собирается вторгнуться в Украину. Мы видим это. Китай говорит, что Тайвань следующий. Нам лучше им поверить. Россия заявила, что как только они захватят Украину, следующими будут Польша и страны Балтии. Это страны НАТО. И это ставит Америку в состояние войны. Речь идет о предотвращении войны. Речь всегда шла о предотвращении войны. Если мы поддержим Украину, это всего лишь 3,5% нашего оборонного бюджета. Ни Байден, ни кто другой не говорит американскому народу правду об этом. Европейцы потратили больше. И они должны это делать. Это их соседи. Но это проамериканская, свободолюбивая страна. И нам лучше помнить, что нужно быть другом, чтобы обрести друга. Если победит Россия, победит Китай. Есть причина, по которой тайваньцы хотят, чтобы мы помогли украинцам. Они знают, что если Украина победит, Китай не будет вторгаться на Тайвань. Речь идет о предотвращении войны. А это мнение Рона де Сантеса. Я поддерживал политику Трампа в отношении России и Украины. И она оказалась успешной. У Байдена политики не было. И Ники Хейли, по сути, является точной копией того, кем является Байден. Это бессрочное обязательство. Они хотят еще 108 миллиардов долларов. Они не говорят, когда достигнут своей цели. И это будет продолжаться и потребует, возможно, еще сотен миллиардов в будущем. Я думаю, что много людей погибло. Нам нужно найти способ положить этому конец. Потому что наш приоритет – национальная безопасность. И, конечно, граница. Таких людей, как Ники Хейли, больше волнует граница Украины, чем наша собственная южная граница. И это неправильно. Но нам также нужно посмотреть, что является главной угрозой для этой страны. Это коммунистическая партия Китая. Мы не делаем того, что нам нужно, чтобы иметь достаточно жесткую силу в Индо-Тихоокеанском регионе. У нас недостаточно ресурсов, поскольку наш национальный долг составляет 35 триллионов долларов. Мы должны сосредоточиться на наших проблемах здесь, дома. И нам нужно справиться с главной угрозой, с которой мы сталкиваемся – Китаем. Дональд Трамп тем временем демонстрирует полную уверенность в своей победе и пугает Америку последствиями своего поражения. Я думаю, что экономика в ужасном состоянии, за исключением того, что фондовый рынок растет. И я думаю, что фондовый рынок растет потому, что я обгоняю Байдена в каждом опросе за последний год, в Штатах, где обычно нелегко лидировать. Мы лидируем практически в каждом штате, включая колеблющиеся. В целом, мы лидируем по всей стране. Я считаю, что фондовый рынок растет, потому что я лидирую. Если бы я не был лидером, фондовый рынок был бы на 25% ниже. И, честно говоря, я думаю, что если я не выиграю выборы, фондовый рынок рухнет. По последним опросам, кандидатуру Трампа поддерживают 49% избирателей республиканцев. Ники Хейли – 12, Рона де Сантеса – 11. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон. И последнее на сегодня 75 лет исполнилось всемирно известному японскому писателю Харуки Мураками. Он родился в 1949 году в Киото, писать начал в 29 лет. Практически все, если не все его произведения, переведены на русский язык. В архиве Радио Свобода я нашел запись конца сентября 2006 года, когда Харуки Мураками стал человеком Дня Радио Свобода в связи с присуждением ему престижной премии имени Фрэнка Аконнора. Мураками тогда уже обрел статус живого классика современной литературы, а представлял его координатор издания Харуки Мураками в России переводчик Максим Немцов. Давайте послушаем. Харуки Мураками больше известен как романист, а не автор рассказов, но и в жанре рассказа в своих десятки, наверное, сборников, которые издавались в Японии. Он показал себя мастером этой короткой формы. С рассказов началась писательская карьера Харуки Мураками. Романы были уже потом. И как координатор проекта издания работ Харуки Мураками на русском языке я могу сказать, что рассказы мне нравятся едва ли не больше его романов, потому что они нежны, они романтичны, они сюрреальны, в них Харуки Мураками выступает вечным таким романтиком. И вот это свойство, наверное, взгляда на мир, неизбывный романтизм, его он не утратил за более чем четверть века своей писательской жизни, не растерял, не заболтал, как говорится. И рассказы 20-ти летней давности его читаются так же свежо и сейчас, как читались тогда, когда он, ну, собственно, и поразил сначала японскую читательскую аудиторию, затем и мир своей вот этой вот свежестью восприятия этим вот детским незамутненным взглядом на мир. Все это видно в его рассказах. В его рассказах можно найти, наверное, все, что потом стало называться в кавычках «миром Харуки Мураками». Там и его любимые персонажи, и там его любимые темы. Это такие маленькие кристаллики, в которых виден именно мир Харуки Мураками. Мне очень радостно за него. Говорил переводчик произведения японского писателя Харуки Мураками Максим Немцов. Напомню, что это была архивная запись 2006 года. Уже много лет в новостных сообщениях Харуки Мураками чаще всего упоминается как один из главных претендентов на Нобелевскую премию по литературе, но он пока ее не получил. А когда объявляют другого победителя, многие задаются вопросом, а почему не Мураками? Желаю писателю получить, наконец, Нобелевскую премию в юбилейном для него году. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Андрей Амочкин». Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наши платформы на базе хостинга YouTube «Радио Свобода.Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Студия подкастов «Радио Свобода». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Радио Свобода». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова